Протеерей Стефан Букиу Румынская Православная Церковь Декан Богословского Факультета Бухарестского Университета Профессор Догматического Богословия Первый вопрос, который я хотел бы задать, касается Богословского Факультета, который вы возглавляете. Расскажите, пожалуйста, о структуре факультета, о том, кому он подчиняется, университету, церкви, государству. Имеется ли какая-то автономия? Наш Богословский Факультет существует в Бухаресте уже 130 лет. С самого начала он был при университете, сразу после учреждения во второй половине XIX века. В истории факультета было время, когда он не был частью университета, это 40-летний период социалистического режима в Румынии. Тогда факультет был подчинен церкви. На сегодняшний день у нас учатся 1600 студентов, которых обучают около 70 преподавателей. Всего на факультете 4 кафедры. Главное — это кафедра пастырского богословия, которая подготавливает будущих священников. Вторая кафедра — дидактического богословия, где подготавливаются преподаватели религии для средних школ. Здесь учатся в основном девушки. Эта кафедра была учреждена в 1991 году, когда наш факультет снова вошел в Бухарестский университет. К сегодняшнему дню сделано уже более 15 выпусков. Третья кафедра, которая имеет начало тоже в 1991 году, — это кафедра социального служения. И на этой кафедре тоже большинство студентов — это девушки. Выпускники этой кафедры работают при епархиях, благочениях или на приходах в качестве социальных служителей. Четвертая кафедра, которая датируется 1995 годом, — это кафедра церковного искусства. Для ее учреждения мы пригласили на наш факультет преподаватели Академии искусств Бухареста. И они преподают архитектуру, иконопись и живопись. А богословскую сторону церковного искусства преподают наши богословы-преподаватели. Эта кафедра выпускает специалистов, которые занимаются реставрацией книг, храмов и иконописей. У факультета есть своя библиотека, и в ней почти 100 тысяч книг. Библиотека находится в обновлении, и мы постоянно покупаем новые книги, журналы, словари, которые помогают студентам или докторантам писать свои работы. Помимо обучающего процесса, у нас есть и литургическая практика. Ежедневно служится вечерняя служба, утром литургия. Мы заинтересованы в том, чтобы наши студенты имели хорошее богословское образование. Но в то же время для нас важно, чтобы они духовно росли в связи с тем, что они будут священнослужители. Скажите, в каком соотношении находятся семинарии и богословские факультеты в Румынии? Если юноша хочет стать священником, куда он должен пойти? На богословский факультет или в семинарию? Если юноша хочет стать священником, после восьми первых классов средней школы, которые обязательны для каждого, он может поступать в духовную семинарию, которая находится на уровне лицея. Но если до 1990 года юноши могли быть рукоположены после окончания духовной семинарии, то сейчас, поскольку есть много богословских факультетов, в Румынии рукополагают только после окончания богословского факультета. Хочу подчеркнуть, что на пастырскую кафедру богословского факультета могут поступать и выпускники светских лицеев. Но, конечно, чтобы поступить, нужно сдать экзамены, и эти экзамены состоят из предметов догматического богословия. Известно, что священный началь румынской церкви очень внимательно следит за богословской подготовкой своих священников. И известно, что каждый румынский священник должен проходить какой-то определенный экзамен через определенный отрезок времени, подтверждать свою богословскую квалификацию. Так ли это? Да, это действительно так. И существует два цикла курсов повышения квалификации, которые обязательны в период пяти лет после хиротонии и десяти лет после хиротонии. Эти курсы похожи на любые квалификационные курсы других профессий. Но особенно на курсы повышения квалификации преподавателей в светских школах. На этих богословских курсах говорится об актуальных богословских темах и пастырских нужных церквей. Эти курсы полезны еще и потому, что священники могут адресовать преподавателям богословского факультета разные практические вопросы, с которыми они сталкиваются на приходе. Кроме того, священники могут общаться между собой и делиться миссионерским и пастырским опытом. По окончании этих курсов сдаются какие-то экзамены? Да, после окончания этих курсов сдаются экзамены. Экзамены и письменные, и устные. Обычно на устном экзамене присутствует иерарх, который послал этих священников на курсы. Каждый священник обязан учиться на таких курсах. Да, другого варианта нет. Это обязательно. Но священники тоже заинтересованы. Почему? Потому что если они хотят сменить приход, то есть уйти на другой, то им нужен высокий балл, полученный именно на этих курсах. То есть, существование священника в румынской церкви непосредственно связано с его образованием. Чем лучше образование, тем лучше положение священника. Да, это действительно так. Потому что сейчас общество очень много требует от священников, особенно касательно их интеллектуальных возможностей. Священники приглашаются на разные мероприятия, выступают на конференциях, общаются со студентами, с преподавателями и нередко даже с преподавателями высших учебных заведений. Разумеется, священник не сможет быть убедительным, если у него не будет достаточного образования. Понятно, что такая забота о богословском образовании, о том, чтобы священники были богословски образованы, создает хорошую богословскую научную среду. И в такой среде обычно осуществляются очень хорошие научные проекты. Над какими проектами сегодня работает ваш факультет? В последние несколько лет по инициативе блаженнейшего патриарха Даниила ведутся разные проекты по созданию словарей. Например, библейский словарь, систематический словарь, богословский словарь. Также была создана энциклопедия православной Вселенской Церкви. И в этих проектах участвуют в основном преподаватели богословских факультетов Румынии и наши преподаватели с Бухареста. Другой важный проект, который длится уже несколько лет, это проект по диалогу между богословием, наукой и философией. И в этом проекте участники каждый месяц встречаются на нашем богословском факультете. По окончании этих встреч публикуется книга, посвященная всем докладам, которые были прочтены на этих совещаниях или встречах. Также в рамках этого проекта мы хотим издавать журнал, который будет на румынском и на английском языках, и где будут самые интересные доклады. Отец Стефан, последний вопрос. Вы у себя на факультете пытаетесь совместить благочестивые пастырские традиции и высокое богословское образование. Как вы видите эту золотую середину между образованностью и благочестием? Как совместить и то, и то? Во-первых, я хочу сказать, что преподаватели богословия никогда не должны делать различия между богословским образованием и духовным ростом человека. Не существует богословского образования без духовной жизни. Во-вторых, я хочу подчеркнуть, что даже если мы в университете и преподаем богословие научным образом, мы не должны забывать традицию и не должны идти по пути, по которому пошли многие из западных богословских факультетов, когда делается упор только на науку без какой-либо духовности. Богословие должно быть очень тесно связано со Священным Писанием, с богослужением и жизнью в Церкви. Поэтому мы убедительно просим наших студентов, кроме участия в богослужениях, иметь также духовника, и чтобы они исповедовались и причащались как можно чаще. Истинное богословие — это то, которое имеет корни в Боге, в Святой Троице. И то, что наши студенты после выпуска в большинстве своем хотят быть рукоположенными, означает, что они должны вырасти не только с богословской точки зрения, но и вырасти духовно. Спасибо большое за интересную беседу.